Привет! Нур24 представляет. Что же вы посмотрите в кино на этой неделе? Не так много стоящего, но все же есть. Поехали! Для тех, кто любит машины, интересные истории и качественное красивое кино, в прокат выходит фильм «Ламборгини. Человек-легенда». Это как «Порт против Феррари» только без гонок, а просто про красивые автомобили и их харизматичных создателей. Чем могу помочь? Феррорчи Ламборгини. Слышали обо мне? Я заметил у своих Феррари один из ян. Сцепление. Я знаю, как его исправить, если вы согласитесь сотрудничать. Феррари и Ламборгини. Занимайтесь лучше своими тракторами. Что у тебя на уме? Машина, которой пока не существует. Быстрая и мощная, как бык. Что ты рисуешь? А что ты видишь? Каракули на салфетке. А ты что видишь? Главную роль Ферруча Ламборгини сыграл Фрэнк Грилла. Это вроде как известный актер, но я, если честно, немного с ним видела фильмов. История интересная, тут даже и придумывать ничего не надо. О противостоянии Ламборгини и Феррари. Если не знаете, расскажу, что изначально Ламборгини производили тракторы, поэтому у них на эмблеме бык, а не горцующий жеребец, как у Феррари. А вот путь от трактора до суперкара Ламборгини GT был непрост и тернист. Похоже, что истории из сериалов канала РЕН-ТВ переходят на большой экран. Ну а что делать? Чем богаты, тем и рады. Фильм «Сестры». Нет, это не переснятая картина Бодрова, а то знаем, ну, как переснимается легендарное кино. Тут совсем другая история про абьюз, домашнее насилие и женскую магию. Только ты не подумай, пожалуйста, Аня, что я на тебя злюсь, из-за того, что ты в последнее время устраиваешь. Что заработаю за свою дружалку и цепляешься, сбегаешь, связываешься непонятно с кем. Что сына с мамой против меня настраиваешь? Я на тебя не злюсь. Я пыталась убежать. Он забрал у меня ребенка и документы. Здесь собрали популярных звезд российского кино. Главную роль играет Страшенбаум. С ней вместе абьюзер Никита Ефремов. И говорят, что даже Чиковская есть, но в трейлере я ее не заметила. Сюжет типичный, РЕН-ТВшный. Знаете, всякие такие мистические истории, бабушки-гадалки. Жена дома терпит постоянное издевательство от мужа и обращается не только в правоохранительные органы, но еще и к интернет-ведьме. Ну а дальше понеслось. Я помогу. Он навсегда исчезнет из твоей жизни, но только если ты готова пойти до конца, ты готова пойти до конца. Уходите! С днем рождения! Еще один фильм от российских тоже режиссеров «Умная Маша». Не спешите от него отворачиваться, когда увидите постер. Я вот сначала тоже без энтузиазма восприняла эту картину, но потом посмотрела трейлер и, знаете, в общем-то ничего, какой-то откровенной пошлости не замечено. Это уже хорошо. И даже интересно, что будет в конце. Знакомься, это мои родители. Маша. Очень приятно. Для меня огромная честь оказаться в вашем доме. У вас тут как в гуме. Здесь у нас малые голландцы. Неплохо для детей нарисованы. Константин сказал, что вы художник-пейзажист. Я в мейкапе. Ты себе какую-то штуку в голову ставила. Программа работает просто идеально. Этот чип увеличивает интеллект. Темпора мутантор. Этнос мутамор. Энелис. Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Я Татьяна, заместитель Константина, и по совместительству его девушка. Это будет интеллектуальное месть. Я посмотрел на тебя совершенно другими глазами. Она раньше была совершенно тупой. Она над словом «кавка» минуту в голос смеялась. Кавка! Была глупая блондинка, стала умная. Вот они чудеса технологий. Ставили чип, и ты уже ценитель искусства, и цитируешь Канта. А вот что будет, если чип сломается? А та ли это Маша, которая была до этого? А что с ее личностью? В общем, так много вопросов, и так мало ответов. Наверное, придется посмотреть. На этом все. Следите за киноновинками, ищите то, что по вкусу именно вам, и приходите в кинотеатры. Смотреть кино на большом экране по-прежнему особый вид удовольствия. Пока!